Ой, ой, как нехорошо, ой, как нехорошо-то. Я мать четверых детей, и вчера действительно позвонили с опеки. Еще и материтесь. Зачем? Что бесит? Отойдите! Да убери камеру, ты мужик, и легко. Травить собаку? Я что, я х** хотела? Извините за вас. История повторяется. Усыплено порядка 90 собак. Которые просто сравняли с землей то, что Валентина Лунева называет приютом. Меня выпустили, когда туда стреляли, погрузили. Собак? Да. Даже замки ломали, все вскрывали. И вот ток, вот такая вот маслянистая жидкость. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный. Как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, и оно цветет. А вы что доказали? Что вы живодеры? У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Я? Вы живодеры? Вопрос ко мне? Об этом все и вы тоже. Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. Либо передавать просто другим людям этот питомник, чтобы приводили в порядок. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. Не так все страшно, как было в обращении, которое было направлено в наш адрес. Животные едят друг друга, то больные, истощенные. У них отсутствует питание, поение, уход. Там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. Всем привет. Хочу поведать ситуацию в городе Сургут с приютами. Может, а чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да и меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Не работаю. Травить собаку? Я чего ехать? Извините за вас. Обидно за тех, кто реально, кто здесь живет. Вот это на такую дуру? Я вообще не знаю. Больная такая нахрен, а она же ведет. Ты что ревет? Они у меня на штраф, короче, я тоже им за ответ. Я в опеку напишу. Ребенок несовершеннолетний. Еще и не ее, а опекаемый. Опекаемые дети. Работает жена, еще и на опеку можно отправить. Я тоже могу в страничке написать? Докопаться до чего угодно можно. Я же могу написать в опеку, что она ребенка принуждает в работе? Ну, зачем на личности переходить? Почему? Она меня заставила, у меня нету денег. Откуда брать денег на штраф? У меня нету? Что она решила умножать? Не, не знаю. Я считаю, это неправильно переходить на личности. И, тем более, на детей. Дети разу запрещал. Вы мне при чем? Она? Она приезжает ребенка. Так с ней разбирайтесь. С Максимом разбирайтесь. Зачем тебе это? На детей приезжать? Это неправильно. А если тут бабушка с дедушкой приходили бы помогать? В пенсионный фонд бы написали, что пенсионера заставляют работать? Зачем это? Рот закрой, мразь! Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Тука, вами заинтересуются, блядь. Тобой заинтересуются и сотрудники за то, что ты пристаешь повалить. Да? Ух ты! Многократное количество раз, я же волонтеры, говорили, вернее кричали о том, что напишут в опеку на моих детей. Я мать четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки и сказали, что написано заявление по факту жестокого обращения с детьми. Именно все связано с приютом. Что я их заставляю там работать, там тягает тяжесть и так далее. Ребенок несовершеннолетний, вы вообще не общайтесь с ним, пожалуйста. Уже просили неоднократно, чтобы ребенка, чтобы с ребенком вы не разговаривали, неоднократно просили. Не так все страшно, как было в обращении, которое было направлено в наш адрес, с определенной критикой в адрес этого приюта. О том, что животные едят друг друга, о том, что они там больные, истощенные. У них отсутствует питание, поение, уход. И, соответственно, там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. Об этом позже. А сейчас рассмотрим версии от Сургут Интерновости, СИТВ, телеканала «Россия». И сами все увидите, как это все развивалось. Потом покажу, что происходило 6 и 9 июня. История повторяется. Сургутские коммунальщики вновь снесли собачий приют Валентины Луневой. На этот раз он был расположен возле дачного кооператива «Виктория». В результате зачистки усыплено порядка 90 собак, что, естественно, в среде любителей животных считают актом вандализма. В администрации же произошедшее называют вынужденными мерами. Мужчина говорит, что в седьмом часу утра приехали в овцы собак, множество техники, которые просто сравняли с землей то, что Валентина Лунева называет приютом. Все произошло за считанные минуты. «Поддавая эскалатор, два трактора больших приперли и машин штук 6-7, наверное, сразу грузить в начале. Меня выпустили, когда уже отстреляли, погрузили». «Собак?» «Да». «А много отстрелили?» «Да, кто их знает, штук 100, может, есть 80-100 где-то». «А было сколько?» «100 с небольшим, где-то. Ну, короче, на цепях сколько сидело в будок, можно посмотреть, там будок много. На цепях и в вольверах даже замки ломали, все вскрывали». Этот участок земли, расположенный неподалеку от дачного кооператива «Виктория», действительно был выделен обществу защиты животных, которое возглавляет Валентина Лунева еще в 2012 году. Но за это время общественница так и не удосужилась оформить все необходимые документы соответствующим образом, а значит, не имела на него никаких прав. Поэтому после ряда безрезультатных переговоров с хозяйкой власти решили перейти к кардинальным мерам. «К сожалению, еще расскажу, да, это вынужденная мера, очередная вынужденная мера за последние три года администрации города. На Крадиционном совете по регулированию численности безнадзорных и бездомных собак 6 ноября было принято решение об ликвидации незаконного приюта на данной территории. Соответствующее решение я исполнил вместе с МКП». Такие действия администрации незамедлительно вызвали реакцию сургутян. Убийцы, живодеры – полный беспредел. Это только самые мягкие комментарии к новости на одном из интернет-порталов. Но среди сотни отзывов нашлись и те, кто уверял, что так содержать животных, как это делалось в приюте, просто негуманно. Согласны с ними и представители общественных организаций. «Самая главная задача – это стерилизация животных. Валентина Владимировна собаки не стерилизованы, там грязь. Содержатся совместно разнополые собаки. То есть у них есть возможность к размножению. Но с моей точки зрения это не зоозащита». Во время зачистки так называемого приюта часть собак все же успела спастись. Сейчас они по привычке приходят за едой на прежнее место. Остальное время животные, теперь оказавшиеся незапертыми в вольерах, бродят по окрестностям. В основном находятся они на дачах поближе к людям, объединившись с другими бездомными собаками. Отчего многие жители кооператива «Виктория», расположенного по соседству, крайне обеспокоены. «Люди боятся все равно, но никаких мер не предпринимается». «Дети, маленькие, это очень опасно, считаю». «Вот был же в прошлом году там кого-то, загрызла собака там. Ну, проверить бы желательно». Тем не менее, от идеи создания приютов для бродячих собак городские власти дистанцироваться не намерены. Наоборот, администрация возможно выделить землю представителям другого общественного движения, которое уже успело себя зарекомендовать. Речь идет об организации «Дайлапу». Чиновники планируют предоставить им участок на улице Базовой площадью 8 тысяч квадратных метров. «То есть это не в центре города, да, потому что мы понимаем, что это вызывает, ну, у некоторых людей опасения, боязни и так далее. Это закрытая достаточно территория, которая оснащена всей инженерной структурой, где можно сделать нормальный приют. То есть «Дайлапу» готова на это». В ближайшее время должны пройти публичные слушания, на которых рассмотрят вопрос выделения земли этой общественной организации. «Дайлапу» говорят, что если все получится, то в Сургуте появится специализированный центр помощи бездомным животным. В нем, в отличие от приюта, где четвероногие просто содержатся, собаками будут заниматься, чтобы в дальнейшем они смогли обрести настоящий дом. «Сделать площадку для общего курса дрессировки. То есть, когда уже, например, у волонтеров появится возможность приходить и заниматься с собаками. Собаки будут более социализированные, и, соответственно, у них появится больше шансов к пристройству в новой семье». Впрочем, пока Валентина Лунева не намерена отказываться от идеи строительства приюта для собак. Правда, уже на другом месте. Никаких подробностей своего нового проекта она не разглашает. Тем не менее, зная о кипучей энергии общественницы, можно почти со стопроцентной уверенностью предположить, город еще услышит про очередной Луневский питомник. Когда эта новость появилась в общественной плоскости, некоторые пользователи интернета вспомнили сургутскую историю с Валентиной Луневой. Громкий скандал 2013 года. Там был и незаконный захват земли, и антисанитария, и вновь возведение приюта. На новом участке и вновь незаконно. Полным совпадением нынче сложившуюся ситуацию, конечно, не назовешь. Бывшие волонтеры приюта «Берегини» обратились к общественникам с просьбой разобраться. Говорят, что в этом приюте для животных не хватает еды и места. Добровольцы, которые ухаживают за четверолапами, просто не успевают. Получается, силы не рассчитали. По разным данным, в приюте живут 180-200 собак. Большая часть приехала сюда из службы отлова. Зоозащитники говорят, что спасли таким образом их от смерти, ведь в пункте временного содержания животных бы усыпили. Суркутяне задаются вопросом, что лучше – эвтаназия или мучительная болезнь? Так выход ли это? Мы попытались выслушать все стороны конфликта. Внимание на экран. Поступил сигнал о том, что здесь просто переполнен приют, что он совершенно не приспособлен к тому, чтобы содержать собак. Самое страшное, что собаки никак не сортируются, и мальчики и девочки в одном помещении, они продолжают размножаться. Бывший волонтер «Берегини» попросила не показывать ее лица и изменить голос в эфире. Девушка рассказала нам, что уже получала не очень приятные сообщения в свой адрес от добровольцев приюта. Она попросту опасается массовой травли со стороны зоозащитников. Однако на условиях такой анонимности экс-волонтер поведала нам о том, что видела сама. Отметила, что двух раз ей хватило для того, чтобы больше не захотеть приезжать в «Берегиню». Они сейчас уже начинают с голоду грызть друг друга. Ну, то есть это не выход содержать. Так и, соответственно, я уже поняла, что это не помощь далеко. Это просто, ну, как усыпалка, как они назвали, так оно это все и есть. По словам девушки, в вольеры и будки «Берегини» переезжают собаки, которые до этого находились в службе отлова. Собирают их оттуда, чтобы не допустить эвтаназии. Собирают пачканье с отлова, хая при этом там летово, что там ужасные условия, хотя я знаю, что там для собак более гуманные условия. То есть они привозят здоровых собак, вот это приют, садят с больными, соответственно, уже здоровые собаки заражаются. Между тем, в ветеринарной лечебнице «Пес и кот» рассказали, что по возможности помогают лечить собак. Привозят им и некоторых животных на стерилизацию, правда, немного. Платят при этом волонтеры только за материалы. И «Берегиня», как отметили в «Псе и коте», единственная организация, которая откликнулась на их предложение о сотрудничестве. А мы связались с Константином Давлетовым. Он припомнил, как однажды летом на него написали заявление в полицию о массовых убийствах собак. Это было в то время, как руководитель службы отлова пытался наладить работу с зоозащитниками. Тогда он по их просьбе открыл службу отлова и по субботам, чтобы у волонтеров и желающих взять в семью нового члена было больше времени для визита. Подготовить документы заранее, чтобы им было просто поставить подпись, грубо говоря, чтобы быстрее это можно было оформить. И в первый же суббот они забирают там порядка 72 животных. Потом Берегиня, несмотря на оскорбления в адрес Константина Давлетова, а делают это зоозащитники совершенно открыто, решила попробовать поработать с ним. Написали индивидуальному предпринимателю письмо с просьбой рассмотреть возможность выделить им 10 вольеров в пункте временного содержания безнадзорных животных. Немного странно, учитывая нелюбовь к Константину Давлетову, но он просьбу волонтеров исполнил. Предложил земельный участок по соседству с электричеством, вольерами, но запросил предоплату за полгода, чтобы и обеспечить материально-техническую базу, и подтвердить намерения организации. В итоге Берегиня от предложения отказалась. Вольеры построили сами, на улице рационализаторов. На чьей земле они располагаются, нам узнать так и не удалось. После выхода анонса этого сюжета в программе «В центре событий» в интернете развернулись нешуточные баталии. Часть пользователей поддерживали инициативу о проверке приюта Берегиня, отмечая, что там давно пора навести порядок. Другая часть, среди которых и жители других городов страны, называли сургутян отмороженными людьми, живущих в кровавом городе, предлагая хоть раз самим приехать и помочь. Мол, легко критиковать, когда сам ничего не делаешь. На резонный вопрос, зачем брать так много собак, если не хватает ни времени, ни сил, ни денег, отвечают, что лучше так, чем эвтаназия в пункте временного содержания. Лучше ли? Правильно ли? Теперь будут разбираться надзорные органы. Письма направлены в ветеринарный надзор, прокуратуру, уведомлена администрация Сургута. Печально в этой ситуации только одно. Собаки, как ни крути, становятся разменной монетой. Собака до конца дней своих, которая и наступит, конечно, естественным путем, должна жить в приюте. Но в Сургуте пока нет ни одного. Или все-таки есть. Мы обсудили эту ситуацию с Ринатом Айсиным, депутатом Окружной Думы. Здесь происходит немножко подмена понятий и подмена целей, как мы видим. То есть, да, действительно, активисты работают с целью защиты животных. И они, эти люди, получают большой отлик у населения, потому что неравнодушных людей у нас очень много. Мы сейчас получили схожую ситуацию. Заставь человека Богу молиться, он лоб расшибет. И закон достаточно хороший, да, он там какие-то пробелы все равно оставил, но это на уровень уже наш. То есть, конечно, там уже написано, что нужно создать приюты, создать условия. Вот я так понимаю, это такой основной сургутский пробел. У нас ведь нет такого, скажем, большого приюта, который финансировался бы, может быть, чтобы собаки там до конца дней своих жили, может быть, их бы там кто-то забрал. Я так понимаю, в этом проблема. Ну, смотрите, здесь это не проблема, мы думаем, что это проблема, может, это не проблема. Сейчас вот, если мы на общественное обсуждение, нужен приют, конечно, скажут, да, нужен. А если приют и содержание всех выловленных животных будет стоить, например, 50 миллионов рублей, что скажут люди? Кто-то скажет, мне нужен двор за 10 миллионов, зачем я буду в приют, у меня собаки нет. Ну, как вот двор ремонтировать, у меня машины нет, зачем мне нужна стоянка? Я не буду платить за ремонт двора. Ну, то есть, здесь консенсус общественный нужен, а для этого нужно проводить соответствующую работу, разъяснительную, указывать на цифрах. Продолжим тему прошлой недели о приюте для бездомных животных Берегиня. В начале февраля к нам обратились общественники и бывшие волонтеры этой организации. Они озвучили ряд претензий к руководству приюта. Среди них значились нехватка корма для собак и отсутствие в приюте карантинной зоны. Неясны были принципы содержания больных животных. Экс-добровольцы Берегиня написали коллективное обращение в прокуратуру, ветнадзор и одному из депутатов. Руководитель общественной организации встретилась с нашей съемочной группой. В интервью Ангелина Болтовская ответила на все претензии бывших единомышленников. Не знаю, о каких конкретно волонтерах сейчас идет речь. Являлись ли они волонтерами, а может быть они просто один раз пришли, посмотрели и убежали. Но мы же тоже, не могу сказать. Те волонтеры, которые с нами были, они на самом деле с нами с самого начала. Ну вот, по крайней мере, те, которые остались. Ну там вот у нас шесть человек, они стабильно как бы ходят. Они постоянные, они регулярные, они приходят. Там у нас понедельник, там два человека одни, вторник, там два человека другие. Бывают по четыре человека. В выходные обычно вообще очень много людей. В приюте для бездомных животных мы встретили Сергея Алексеева. Заместитель директора департамента городского хозяйства приехал в Берегиню, чтобы лично познакомиться с тем, как идут дела у волонтеров. Побывали здесь и инспекторы ветеринарного надзора. Они проверили приют по претензиям, которые были изложены в поступившем к ним обращении. Худых собак не нашли, впрочем, как и страшно больных. Бетнадзор отметил наличие карантинной зоны и теплого помещения для щенков. Наша задача была осмотреть территорию, посмотреть на состояние питомцев, которые содержатся здесь. И, соответственно, провести осмотр территории на выявление биологических отходов, на выявление каких-то противоправных строений, может быть, или мест, где издеваются над животными, либо проводят какие-то эксперименты, либо опыты. Все это мы осмотрели здесь. Все прилично, в принципе, содержатся собаки в клетке, кормятся сухим кормом, по необходимости завозятся кормы. С каких-то учреждений я увидел здесь даже некоторую печку. Поднимали и вопрос с захоронением животных, которые умирают в приюте. В письме в надзорные органы бывшие волонтеры утверждают, что в Берегине практикуется, цитирую, «массовое незаконное захоронение трупов животных в приближенной к приюте лесополосе». Конец цитаты. Упоминается там и отсутствие программы стерилизации и кастрации собак, недостаток ветеринарного наблюдения и лечения. Так ли это на самом деле под... Официальный ответ. Сегодня ветеринарная служба Югры направила в адрес журналистов Сургут-24 результаты проверки приюта для бездомных животных. Он принадлежит окружной общественной зоозащитной организации «Берегине». Ранее бывшие волонтеры, а также представители других общественных организаций по работе с бездомными кошками и собаками направили письма в надзорные органы. Обратились к молодой гвардии и к нам с просьбой провести проверку в вольерах. Они сообщали нелицеприятные факты о деятельности «Берегине». Ветнадзор выехал на место с незапланированной инспекцией и серьезных нарушений не нашел. Среди предписаний, которые необходимо выполнить – рассадить нескольких собак по вольерам, убрать территорию от строительного мусора и возвести забор. Проконтролирует исполнение требований ветнадзор в апреле. Не так все страшно, как было в обращении, которое было направлено в наш адрес, с определенной критикой в адрес этого приюта о том, что животные едят друг друга, о том, что они там больные, истощенные, у них отсутствует питание, паение, уход. И, соответственно, там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. Под маской сострадания зоозащитники Сургута бьют тревогу. По их словам, из-за антисанитарии и ужасных условий содержания в приюте «Берегине» умирают животные. Это почти 200 собак. Как рассказывают волонтеры, руководство собирает сотни тысяч рублей на содержание питомцев и непонятно, куда уходят деньги. Да, только при этом не говорят, что открытая параллельная группа «Павмаги» и основная сумма денег туда уходит. Сейчас в проблемах приюта разбираются сотрудники прокуратуры. Какие нарушения выявлены в «Берегине» расскажет Евгений Непокоев. Это видео в редакцию телекомпании СТВ прислали зоозащитники Сургута. Они утверждают, что сняли его в приюте для животных «Берегиня». На кадрах видно около... Это обнаружен труп был. Спустя два дня, как я там побывал, я предполагаю, что решили подбросить труп. Потому что, во-первых, размеры трупа не помещаются ни в одну из рядом вырытых ямок. Во-вторых, не видно, что эту ямку раскапывал кто-то. В-третьих, на самом трупе нет следов земли. В-четвертых, труп разложен уже настолько, что ему как минимум неделя, может даже две. В-пятых, смысла нету хозяевам труп зарывать на своей же территории. Его элементарно там, не знаю, в лес или в реку можно выкинуть. В-шестых, есть видео, как проходит на территорию некий человек через чужую территорию, прячась за кустами. Именно вот в это место что-то там делает и потом уходит. Также скрытно прячется за кустами через забор. И седьмое, на территории есть крематорий для животных. И если даже у руководства появился какой-то труп или животное умерло, его проще сжечь. Отсюда у меня вывод. Я предполагаю, что этот труп подбросили специально, чтобы вот этот репортаж, который Сугут Информа ТВ засняла за два месяца до подбрасывания трупа. Но они просто не знали, у них сырой репортаж был ни о чем вообще. Все со слов так называемых волонтеров. И показать-то нечего было. А вот когда появился труп, вот тогда репортаж вышел. Вот тогда они вот эти кадры вставили и все. И вот вам компромат хороший. Страх и ужас в приюте Берегини. По будке в грязи лежит труп собаки. Волонтеры считают, что владелица приюта Ангелина Болтовская не заботится о животных. Владелица здесь он нет? Нету нету. Она так как когда сборы появляется. Ну когда сборы, да, она приезжает. А сборы чего? Денег? Это вообще абсурд. Руководство приезжает на территорию приюта Берегини только когда производится сбор денежных средств. Там что, стоит кубышка, это копилка что ли? Народ приезжает, деньги туда ложит, а руководство приезжает только когда нужно собрать эти средства из этой копилки что ли? Это вообще бред. Я сам много раз там был в этом приюте. И как я вижу, там постоянно ведутся работы и руководство там постоянно. Со слов волонтеров, руководитель приюта взяла с улиц почти две сотни собак. Но по сути за ними не следит. Не стерилизует, не чипирует. Она собак забрала не с улицы, не только с улицы. В первую очередь с усыпалки, где их убивали. То есть она им спасла жизнь. И привела в приют, где им обеспечивают пожизненное содержание. Руководством, точнее болтовской, да, там Ангелиной, там не уделялось. Вот вопрос к Альфии, а вы какое отношение имеете к приюту Берегини, некоммерческой организации? Вот подписано, что вы якобы волонтер, а у вас есть волонтерский договор с НКО Берегини. Или вы являетесь членом общества некоммерческого, социально ориентированного. Или у вас есть доверенность. Или вы ревизор этого общества. Какое отношение вы имеете к приюту Берегини? Времени, невнимание, ни сил, в том числе финансовых. То есть они просто не выделяют никаких средств и никаких людей для того, чтобы просто осматривать животных, которые подлежат стерилизации. У них нет ни журналов. То есть отследить животных, которые там стерилизованы, или те, которые не стерилизованы. Их просто невозможно. Сейчас не можем просто остановить вот это размножение, потому что мы не знаем, кто из них стерилизован, кто нет. По словам волонтеров, у собак нет ни чистой воды, ни нормальной пищи. То, что дают в приюте, животные не едят. Содержатся они, мягко говоря, в антисанитарных условиях. Поить собак, варить на этом еду. Вот эти тоже заболевания. Ну это любому здоровому человеку понятно. Они просто читают из лужи пить, чем это вода. Ну это невозможно. Специально показывают ведро с технической водой, которая используется для мытья полов, там, балков, вольеров и так далее. И вот ток, вот такая вот маслянистая жидкость. Предоставили участок без воды, без электричества. Они сами пробурили скважину на 15 метров. Получить хотя бы доступ к технической воде для уборки. Вменяет руководство, что якобы они используют эту воду техническую для приготовления пищи для собак. Эту еду готовят, покажите. Пожалуйста. Так что-то ее собака вроде не кушает. Не кушает. Самое интересное, что это вчера вечером дали собаке поесть. То есть она за ночь к ней не притронулась. Потому что она невкусная, ей не хочется такое есть. При этом собака выглядит совершенно упитанной. Если она ничего не кушает, почему она упитана? У нее не видно ни ребер, ни... Обратите внимание на собаку. Она упитана. И ветеринарные службы это все подтвердили. Все собаки упитаны нормально. А санитарная служба что у нас скажет? В каком состоянии вообще собаки? Собаки вот сейчас, они в удовлетворительном состоянии, то есть они упитаны, нет никакого там исключения. Какие-нибудь собаки в критическом состоянии есть? Нет. Нет, это жестокого обращения по факту. Есть у всех вода, кто-то даже... То есть жестокого обращения по факту нет? Нет. Есть просто недопонимание со стороны... С двух сторон. Со стороны хозяев и волонтеров. Вы, девчонки, говорю, как-то общий язык находите, либо привлекайте третью сторону. То, что она невкусная, ей не хочется такое есть. На земельном участке, который выделила администрация... Вот смотрите, 19 человек я насчитал вот на этом кадре. Все эти 19 человек прошли без разрешения руководства приюта Берегини. И обратите на ров вот слева, да? Ледневка так называемая. И на кучу грязи. Ров изначально вот здесь проходил. То есть они даже подойти к своему участку не могли. Им пришлось перенести ров сюда. Вот эту кучу грязи им тоже потом пришлось убрать. Вот здесь вообще болото. Труп примерно был обнаружен вот в этом районе. А вот это крематорий. Смысл зарывать труп на участке, если в двух шагах находится крематорий. Вот вы мне поясните. Я вот это не понимаю. И что эти 19 человек делают без разрешения руководства на арендованной территории? А потом удивляются, почему на них заявление пишет полиция. ...города под приют, кучи мусора и разбросанные стройматериалы. Волонтеры пытались помочь собакам. Но говорят, руководитель Берегини Ангелина Болтовская запретила посещать животных. К слову, с Ангелиной Болтовской жур... Вот этот весь мусор, они забыли сказать, что участок изначально достался заболоченная, заболоченная свалка по сути была. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, ем, он цветет. Это заезжал бульдозер, повис на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. И они до сих пор мусор собирают, вот сколько, 9 месяцев прошло, они до сих пор собирают мусор с этого участка, вывозят его. Изначально участок был замусорен. Журналисты телекомпании СТВ знакомы давно. Еще в 2018 году она вместе с единомышленниками протестовала против содержания собак в пункте передержки на Белом Яру. В итоге часть животных ей удалось оттуда забрать. Женщина обещала устроить для них чуть ли не райские условия. Вот отсюда четвероногих беспризорников забрали. Да, только вы забыли, что здесь их убивали по истечению определенного срока. То есть это по сути усыпалка. И приют Берегиня по сути спас жизни множество собак, спас их от усыпления, от эвтаназии и предоставил приют пожизненный. А вот где они находятся сейчас. Ну это временное явление. Сейчас вот ситуация намного лучше, чем вот на этих кадрах. И намного лучше, чем 9 месяцев назад, когда они заехали на эту территорию. Здесь было замусоренное болото. Непроходимое. Ольга сама признается, что она украла тайком животных. И еще удивляется, почему именно на нее заявление в полицию пишут. Вот она опять вот сургутинформ.тв проникла на территорию без разрешения. И до этого также проникала без разрешения и крала собак. По ее же словам. Тайком. А потом удивляется, почему на них заявление в полицию пишут. Да вы хотя бы элементарно записку оставьте в дверях. Я такая-то, такая-то, беру ответственность на себя за такую-то собаку. Мой телефон такой-то. Все. Это уже не будет хищения. Это уже не будет тайком. Если вы делаете благое дело, так вы почему это все делаете тайком и занимаетесь хищением. И проникаете на участок без разрешения руководства. Я просила их на вакцинацию, чтобы они не сдохли. Хотят половину спасти. Ну правильно. Если вы их похитили тайком без разрешения и спасли, то вы значит герои. А если собака сдохнет, то вся ответственность на приюте Берегини. Что вы доказали? А вы что доказали? Что вы живодеры? У меня просьба держите язык за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Я? Вы живодеры. Вопрос ко мне? Об этом все и вы тоже. Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. Отличные методы. Понимаете? И поэтому она написала заявление. В свою очередь волонтеры написали другое заявление в полицию. Попросили разобраться, а нет ли в действиях руководителя Берегини чего-либо противозаконного. Если просто смотреть отчеты за 2018 год, за 2019 год, каждый месяц, ежемесячно, грубо говоря, минимально, там 100-150 тысяч рублей в месяц приходят. 150 тысяч на 180 собак – это вообще копейки. Это меньше тысячи рублей на каждую собаку в месяц. Нужно провести электричество, пробурить скважину. Техническая скважина уже есть. Питьевой водой стоит от 2 миллионов. Возвести еще 4 линии вольеров, разровнять участок, вывести лишнюю землю, перенести вот эти ледневки, рвы, ветеринарные услуги, чипизация, вакцинация, корма, вода завозная, вывоз мусора, заказ тяжелой техники для переставления балков, для выравнивания территории. Это все расходы, которые вы хотите, чтобы они уложились в 150 тысяч, да это вообще копейки. А вот в группу ПАВ МАГИ, которая никакого отношения не имеет к приюту Берегини, туда уходит большая часть денег, и намного больше, чем 150 тысяч. Если, например, смотреть 18-й год, и там октябрь, по-моему, чисто сборы шли на чипирование собак. На чипирование было собрано около 80 тысяч рублей. Даже если этих денег не хватало, у нас нет чипированных собак. То есть у нас сделали скважину, ну хотя бы часть собак должна была быть чипирована. Альфия, у кого у вас? Вы какое отношение имеете к приюту Берегини? Какие у вас договорные отношения с приютом Берегини? Покажите хотя бы один документ. Доверенность, волонтерский договор, заявление о вступлении в члены общественной организации, документ, что вы являетесь ревизором, или руководителем, или замруководителя приюта. У кого у нас? У нас нет чипированных собак. Чип обнаружен, да? Да. У нас нет чипированных собак. У нас нет ни одной собаки с чипом. Чип обнаружен, да? Да. Она ни одного из них не чипировала. Чувство юмора есть, это хорошо. У нас, конечно. Конечно, у нас чувство юмора есть. Кроме этого, была направлена жалоба в природоохранную прокуратуру. Установлены нарушения федеральных законодательств об отходах производства и потребления, санитарных норм и правил, регулирующих временное складирование отходов. Временное складирование отходов, они называют то, что участок изначально был предоставлен вместе с мусором. То есть, это, по сути, заболоченная мусорка. И они до сих пор этот мусор вывозят тоннами. Выразившиеся в захламлении земельного участка, предоставленного под приют для животных, накопление отходов вне специально оборудованных площадок. Вне специально оборудованных площадок. Да там весь участок это была мусорка. Сейчас там намного лучше ситуация. За счет того, что они весь этот мусор вывезли, отсыпали весь участок и разровняли его. Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, порядка организации приютов и содержания животных. А где документ? Покажите, пожалуйста. Давайте вместе посмотрим. Ни одного документа со стороны так называемых волонтеров и Сургутинформ.ТВ я не видел. На данный момент прокуратурой в адрес руководства приюта Берегиня направлено представление об устранении нарушений. Тем временем, судьба 200 собак пока остается под вопросом. Ситуация из года в год повторяется. Как только открывается новый приют, появляются некие волонтеры, в кавычках, потому что они не заключают никакие договора с приютом. Приходят, помогают, а потом начинают пропадать собаки. Волонтеры начинают высказывать претензии, что собак не кормят, не поят, никто за ними не следит, что собаки якобы сами себя кушают. Трупы закопаны на территории и так далее, всякие-всякие вот такие несуразицы. Такая ситуация была в 2013 году. В итоге приют снесли, расстреляли сотни собак. Часть из них убежала, разбредалась по городу. В 2015 ситуация повторяется. Также сносят приют. Пристрелили 90 собак, остальные разбежались по городу. В феврале 2019 года открылся новый приют Берегиня, но их спас репортаж с Ургут Интерновости. Они довольно-таки объективно осветили ситуацию, провели проверку через прокуратуру. Никаких нарушений серьезных не выявлено. Не так все страшно, как было в обращении, которое было направлено в наш адрес, с определенной критикой в адрес этого приюта, о том, что животные едят друг друга, о том, что они там больные, истощенные, у них отсутствует питание, паение, уход. И, соответственно, там все так плохо, что их нужно спасать буквально вчера. После этого приют Берегиня берет в аренду участок в промзоне у администрации на 10 лет. Земля ужасная, находится на болоте. Я уже показывал об этом репортаж. Без воды, без электричества. Земля непроходима для техники, вся перерыта. Когда они заехали, они были вынуждены поставить часть болков на чужую территорию, потому что на их территории находился ров шириной 3 метра, это так называемая ледневка. В марте 2020 года выходит новость, что Шувалов запланировал выделить из бюджета 140 миллионов на новый приют, хотя средняя стоимость приюта в России от 14 до 32 миллионов. Позже депутат Асин озвучит цифру в 50 миллионов. Возможно, эта цена вырастет до неизвестной суммы. То есть на данный момент цена приюта завышена примерно в 5 раз. Тут же в апреле 2020 года Сургут Информ ТВ, это другая телерадиокомпания, это другое СМИ, совместно с «волонтерами» заходит на территорию приюта Берегиня без разрешения. При этом говорят постоянно у нас, те же самые претензии, за собаками никто не ухаживает, не вакцинированы, не чипированы, полный беспредел и так далее. Но репортаж не выходит до тех пор, пока на территории приюта Берегиня не обнаруживается труп какого-то щенка. В мае от администрации приезжает рейдовый, то есть плановый осмотр, и они выносят предписание убрать балки с чужой территории. Предписание вообще непонятное. 28 мая я сам присутствовал при очередной проверке по заявлению так называемых волонтеров о жестоком обращении с животными. Приезжала ветеринарная служба, участковый, дознаватель, и мы восьмером обошли всех собак, посмотрели, все засняли на видео, 70% чипировано, вакцинированы, есть документы. По итогам проверки серьезных нарушений не выявлено. Все здоровы, упитаны, вода, еда есть, все в порядке. Через два дня на территории появляется труп, есть видео, как некий человек проходит на территорию, возможно, труп был подброшен. 6 июня приезжает 15 человек волонтеров и устраивают скандал, что их не пускают на территорию, ограничили им доступ. Приезжает 5 полицейских, договариваются, что вывесят график посещения приюта, заключит договора волонтерские с приютом Берегини. 9 июня приезжает уже больше, где-то человек 20, все агрессивно настроены, все в масках, не представляются, даже имени не называют. Также приезжает Сургут Информ ТВ, которых не пускают на территорию, потому что на территории работала тяжелая техника, выполнялось предписание, убирали балки с чужой территории на свою. В общем, волонтеры, так называемые, уже не знают, до чего докопаться, потому что все их претензии после проверок оказываются несостоятельными. 9 июня они заявили, что собак якобы не поят, то есть у них нет воды. Это, ну, видать, единственное, что они смогли придумать. Вообще, в действиях так называемых волонтеров присутствуют признаки мошенничества, потому что группа Павмаги использует фото и видео собак и земельного участка именно приюта Берегини. Реквизиты указывают свои и собирают денежные средства на свои реквизиты. Сейчас из-за вот этих скандалов по принципу страха и ужас в приюте основной денежный поток от народа идет именно волонтерам. А приют Берегини находится постоянными проверками, они вынуждены тратить время на отписки, тратить время на проверки, которые приезжают чуть ли не каждый день, и на скандалы, которые устраивают волонтеры, приезжая, дестабилизируя работу приюта. К чему это все ведут, непонятно, кому это выгодно, ну, наверное, тем, кто хочет заняться отстрелом и отлавливанием собак, которые убегут в случае сноса приюта Берегини. Возможно, это выгодно конкурентам, возможно, это выгодно администрации, хотят отнять землю у приюта Берегини и построить новый приют за 140 миллионов, хотя средняя цена 32. Либо передавать просто другим людям этот питомник, чтобы приводили в порядок. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. Пробегусь с ним быстро по документам. Значит, это свидетельство регистрации региональной общественной организации защиты животных от Новосельского автономного округа Берегини. Это социально ориентированная некоммерческая организация. Это одно из заявлений, которое руководство приюта Берегини вынуждено постоянно писать в отношении так называемых волонтеров, которые постоянно проникают на территорию без спроса и забирают собак, не уведомляя руководство. Даже записку в двери не оставляют. Это акт о проведенной проверке 28 мая. 180 голов средней упитанности, клинические здоровые, содержание привозное, то есть на цепи все, либо в вольерах. Вода привозная, потому что скважина пробурена на 15 метров и вода там непригодная. То есть используется только для технических нужд. Двухразовое питание. Все, нарушение не выявлено. Роспись, начальник. Это расписались два ветеринара, участковый и дознаватель. Это акт о вакцинации от 30 марта. Ну, я тут не разбираюсь, можете сами почитать. Еще один акт о вакцинации от 4 мая. Еще один акт о вакцинации 13 апреля. То есть вакцинация проводится. Еще один акт от 19 мая против бешенства. Это договор аренды с городом на 10 лет заключен. Станавливается 10 лет с момента государственной регистрации договора. Подписи сторон подписал Шмидт, это заместитель главы города. Это тот самый договор волонтерский. Без возмездного оказания услуг с волонтерами. То есть такие договора заключаются. Но так называемые вот эти волонтеры, которые называются волонтерами, у них нет таких договоров. И они их не заключают. Потому что тут прописана ответственность, права и обязанности сторон. Соответственно, они без таких договоров заходят, творят, что хотят. При этом говорят, что в приюте жестокое обращение с животными и устраивают постоянно скандал. То есть волонтерские договора существуют. И они заключаются с периодом Берегини, но только с теми людьми, которые действительно оказывают помощь. Это уведомление от администрации, так называемое предписание. Совершенно непонятный документ. В общем, провели проверку, провели осмотр. Дальше приводятся нормы закона. А дальше на основании изложенного вам необходимо привезти земельный участок, надлежащий экологический и санитарно-генетический вид в течение одного месяца, с момента получения настоящего уведомления. Что, какие конкретно нарушения, не написано. То есть что именно устранить, непонятно. А на словах сказали, уберите балки с чужой территории. Что и было сделано. Ну и самая ключевая вот эта фраза. При невыполнении требований, связанных с переведением земельного участка, надлежащий санитарный вид, администрация города Сургута будет рассмотрена вопрос о расторжении договора арендой на указанный земельный участок, восстановленный в законном порядке. То есть это предупреждение, что возможно землю будут изымать обратно через суд, конечно. Это приказ 15 о назначении графика посещений приюта для тех, кто просто хочет посетить приют, посмотреть. Так называемым волонтерам много раз озвучивал. Заключите договор волонтерский, и мы для вас создаем отдельный график, потому что волонтеры, так называемые волонтеры, заявили, что их не устраивает данный график посещения. Ну тут действительно, тут только час, а тут 4 часа в субботу. Если возьмете на себя ответственность по уходу за животными, и будете действовать строго в соответствии с тем, что необходимо приюту под руководством, приседателя приюта, тогда будет отдельный график. Но волонтерский договор до сих пор никто не заключил. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!